Виртуальные картины идут на смену классике. Во всяком случае, в этом уверены организаторы выставки, которые показали, как создавать искусство, надевая шлем и очки. Создавать прекрасное – это интереснее, чем играть в бродилки и стрелялки. Группа профессионалов IT решила показать белорусам новое поле для творчества. Вот есть приложение, которое позволяет рисовать граффити. Оно очень реалистично, но тебе не нужно покупать краски, тебе не нужно бегать от полиции и милиции, тебе не надо искать легальную стену. Ты приходишь и отрабатываешь какие-то навыки виртуальной реальности, чтобы потом, ну, легально-нелегально, вопрос другой, нарисовать уже в реальности на стене. Потому как инструмент образования, мне кажется, прекрасный. Белорусские художники, иллюстраторы и музыканты демонстрировали, как происходит создание искусства в виртуальной реальности. Надо сказать, что без предварительной тренировки даже художнику с большим опытом сложно перенести свои иллюстрации в 3D-пространство. Художница и иллюстратор Надежда Макеева рисовала виртуальную медузу, которой посетители выставки могли восхититься, конечно, перед этим надев шлем. Я думаю, в средние века уже и возрождение прошли, и это тоже полноценное искусство, очень классное, оригинальное, для нас новое, вот этим и необычное. А здесь просто настолько непохожая технология, что, ну, нельзя это сравнивать с рисованием на плоскости. Организаторы инициативы ВирАрт, искусство в виртуальной реальности, утверждают, что такой способ ни в коем случае не заменит классический вариант реализации. Но то, что он послужит толчком к вдохновению, нет сомнений. Субтитры создавал DimaTorzok